Здравствуйте! Меня пригласили поговорить как дежурного по январю о том, что беспокоит, что волнует, что интересует. Ну, сразу скажу, что кроме собственного здоровья меня ничего не беспокоит. В остальном живу и радуюсь жизни, и думаю, так и надо. Мы иногда слишком часто беспокоимся по тем поводам, по которым беспокоиться не стоит. Ну, а если серьезно, то вот закончился год литературы, к которой я имею, ну, смею думать, непосредственное отношение, поскольку занимаюсь писательством, творчеством. И меня спрашивают, ваше впечатление от года литературы в Архангельске. Хорошее впечатление. Хотя для меня года литературы не было, поскольку были бы специальные мероприятия, посвященные этому, не было бы. Я бы занимался тем, чем стал заниматься последние лет. Десять сочинял, писал стихи, прозу, готовил к изданию книжки. К власти я отношусь как хоббит потребительский. И думаю, что другого отношения быть не должно. В конце концов, мы живущие в стране, которую любим, которую ценим, которую преданы граждане этой страны. Своим трудом, своей зарплатой создаем ее благосостояние. Отдаем, в конце концов, налоги. Платим в виде НДФЛ. Ну, а власть отрабатывает то, что мы, налогоплательщики, даем. В этой связи вспомнилось еще одно. Опять же, из «Правды Севера» в редакторской статье главный редактор рассуждает в день СМИ, 13 января, рассуждает о свободе слова. Все-таки, от чего же, где же она, это свобода, от чего мы не можем говорить то, что мы там хотим, от чего мы не свободны, вспоминает Никиту Михалкова, который так ответа на вопрос не нашел, кто же мешает нашей свободе слова. Я подумал, а для меня это что? Есть такое, для меня осталось таким значимым и весомым выражение, по-моему, ленинское выражение, свобода, осознанная необходимость. Так вот, свобода – это не право, свобода слова, это не право говорить все, что думаешь, а это отсутствие, отсутствие необходимости говорить то, что тебе прикажут. То есть, тебя никто не может заставить говорить то, поддерживать то, что ты не хочешь. То есть, на вопрос всегда «будьте готовы», ты можешь не отвечать, всегда «готов», если ты не хочешь это отвечать. Но при этом выражаться матом, оскорблять официальные лица безнаказанно. Нельзя, это не свобода слова. За это надо отвечать по закону. Вот как-то так. Спасибо. До новых встреч.